Девушки отдыхают Для того, чтобы вы о нем знали больше Погнали посмотрим фильм Шанахал все рахнул Абсолютно Шанахед Шанахед Коцентр Шанахед 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 Привет, меня зовут Джек Шенахан Мне 22 Я из маленького городка недалеко от Корка В Ирландии Оба моих родителя Являются автоспортсменами С тех пор, как я появился на свет Моя жизнь тесно переплетается с автомобилями Я езжу на машинах И ковыряюсь в машинах Еще в раннем детстве у меня была машина с педальками Да, я также немного занимался спортом Но всегда хотел заниматься тачками Впервые мы с отцом построили машину Когда мне было 9 В детстве я был очень активным ребенком В средней школе я понял, что школа Это вообще не про меня Единственным нормальным для меня предметом Был инжиниринг В России это называется труд Я с удовольствием общался с учителями Про автомобили и двигатели Чего я не мог сделать на математике И как раз в тот период я начал заниматься дрифтом Учителя особо меня не мучили И видели, что мой интерес Это машины И что мне ничего не нужно, кроме этого Чем ты увлекался помимо дрифта И в целом автомобильной движухи? Только машины Вся жизнь на четырех колесах Возможно музыка Мне иногда нравится петь Моя мама пела в местном ансамбле И в церковном хоре в детстве По папиной линии все в авто По маме музыка Ну и ее родители тоже любили музыку Как вообще твоя семья относится к твоему увеличению дрифта? Если бы не моя семья, я бы не стал дрифтером Во всех моментах они всегда меня поддерживали И давали советы И за это я им благодарен Очень дикий московский трафик Он абсолютно не такой, как в Ирландии У нас дороги уже Машин меньше В Москве в два-три раза больше людей Чем во всей Ирландии Тебе целый час нужно, чтобы добраться до центра и за окраины Для меня это сложно Кто такой Джек Шенахан, я узнал со слов Сереги Свечикова Который подошел ко мне и сказал Дэн, у нас есть пару вариантов на следующий сезон На тот момент мы еще активно вели переговоры с Хибино И очень хотели вернуть Хибино в наш состав Но когда мы четко поняли, что могут быть проблемы И может в теории повториться 2020 год, когда мы до последнего надеялись, что Тицуя будет с нами То здесь я понял и принял такое политическое бизнесовое решение Я понял, что это большие риски Давай искать нового пилота Выбирали на самом деле из множества пилотов Но внутренняя какая-то менеджерская история мне подсказала Что мы должны остановиться именно на Джеке Он мне скинул анборды трех пилотов Мне очень понравился этот дерзкий парнишка Я Сереге спросил, он будет худеть? Серега сказал, да, он похудеет обязательно Потому что он обещал, что он будет заниматься спортом Я сказал, ну если так, давай брать этого парня Мне он нравится И мне кажется, это хорошая история Тогда это было абсолютно эмоциональное решение Но где-то мой внутренний голос подсказывал Что именно этот парень нужен нам именно в этом сезоне Он, кстати говоря, сначала подумал, что это вообще шутка Потому что это произошло накануне анонса Джеймса Дина за команду iMall И следом, буквально через неделю, ему пишет менеджер другой команды И приглашает его в команду Fresh Auto Drift Когда я получил сообщение, я подумал, что это шутка Я был уверен, что это нереально Потом я еще раз поискал Почитал про Fresh Auto И уже стал понимать, что это возможно Я очень счастлив, что все сложилось Все затрудняла моя ежедневная работа в Ирландии Родители из-за этого были настроены скептически Но я хотел поехать И моя девушка Кори сказала Езжай, ведь в противном случае ты так и будешь сидеть дома И смотреть на Джеймса по телевизору Субтитры сделал DimaTorzok 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 этот парень был многообещающий сразу было понятно конечно мне было интересно как бы в команде с ними когда мы обсуждали этот момент когда сказать джек шенахан за нас едет типа на супре я говорю блин круто мы попали попали прям в точку как бы без сомнений берем джека без сомнений договаривайтесь это точно наш пилот наш стиль наш характер нашего наше все ну когда я первый раз увидел джека я вообще ни о чем не думал я видел что парень испуган он как-то так вот был немного зажат вроде пытается но эти европейские такие типа хай газ там типа весь доволен весь счастливый но я видел внутри в глазах какой-то испуг какую-то неуверенность и я в принципе не стал вообще никак о чем-то с ним глубоком говорить я просто сказал дружище кайфуй просто ни о чем не думай ты никому ничего не должен ты уже здесь это уже случилось а дальше просто едь и наслаждайся было вообще абсолютно непонятно как он поедет на супре но при этом когда я увидел первый первые его тренировки после того как прокатились несколько тренировочных проездов и потом с дином решили проехать парно и показали наверное один из самых крутейших заездов вообще в принципе на первом этапе но я понял что он действительно может конкурировать со всеми пилотами и стремиться к чемпионству гонками я всегда интересовался сначала был каскадером папа был в ралли я тоже думал что буду раллиным гонщиком кстати я все еще мечтаю о ралли и когда я занимался трюками на соседнем треке дрифтил джеймс дин я смотрел на эти японские тачки на то что он делает ну и заинтересовался одной из моих первых машин стала сильвия с 13 на sr-20 это была моя первая настоящая гоночная машина это было потрясающе на самом деле после двух лет занятий дрифтом я достиг того чего хотел и уже не хотел отступать какой-то дрифт пилот в начале твоей карьеры кроме джеймса дина из до которого ты вдохновлялся думаю такого нет когда я начинал ездить боком я вообще не знал ничего о дрифте не было пилотов а сейчас в ирландии 80 процентов профессиональных дрифтеров из моей области поэтому единственный кто меня вдохновил джеймс дин я всегда хотел быть как он я знал джека когда он еще пешком под стол ходил он живет в километре от меня там он рос я знаю всю его семью и я помню джека совсем мелким я помню как я первый раз увидел его за рулем квадроцикла он из семьи автоспортсменов как и я его отец был раллийным гонщиком он настоящий пэтрол хэд когда джек рос ему очень нравился дрифт его папа даже как-то попросил меня помочь джеку освоить азы дрифта и мы стали практиковаться ему было 12 но он всегда был агрессивным хотел каждый день становиться еще круче и никогда ничего не боялся это очень крутой путь и мне приятно видеть его прогресс как друг и сосед вырос в одного из лучших дрифт-пилотов мира вообще до своего приезда я ничего не знал про россию единственное что слышал рдс было очень круто познакомиться с русской культурой поближе архитектура конечно невероятны а торговый центр в котором мы только что были мне кажется его строили целую вечность я не знаю сколько времени там потребовалось все очень очень красивая я впечатлен когда я понял что этот сезон я проведу здесь на рдс выступая за фреш авто дрифт это было что-то новое для меня я знал что будет много сложностей ну и на протяжении сезона мы сразу поняли что джек непростой товарищ он очень эмоциональный он довольно тяжело контролирует себя он сверх агрессивный то есть он прям хочет все и сразу всех победить всех разнести всем напихать и мы прям с первого этапа увидели что это большая проблема еще мы поняли что он плохо работает со споттером в определенных моментах а то и на протяжении всего уикенда он но чересчур агрессировал чересчур где-то набрасывался абсолютно не слушал команду с первого этапа мы стали давать им определенные указания который джек конечно же не выполнял и на самом деле это стоило ему всегда поражение а а У нас был такой серьезный разговор, где мы собрались и сказали, Джеки, ты классный чувак, ты офигенский пилот, но тебе нужно слушать команду, иначе ты сам будешь страдать в результате, будет страдать команда, будет не очень хорошая работа. Он понял, что советы команды дают плоды, он понял, что стратегию, которую мы вырабатываем и ту информацию, которую дает споттер после заезда первого, второго, что ей стоит работать, ей стоит пользоваться, и мы тогда увидели такого уже более профессионального Джека. И стало понятно, что Джек это тот спортсмен, который очень быстро учится. Какие гражданские автомобили у тебя были в повседневной жизни? Сейчас я езжу на Тойоте Ярис. На самом деле не вижу смысла иметь крутые тачки на повседнев. Я не парюсь насчет гражданских машин, но я фанат JDM. У меня есть Nissan Silvia S14, который я купил год назад, и Тойота AI 86. Две мои машины мечты, и наконец они обе у меня есть. Не то чтобы я часто езжу на них, но друзья не понимают, почему я езжу на Ярисе, а не на них. Я просто их берегу. Когда у меня был старый Ярис, там не работала печка, и было реально холодно ездить на работу. Каждое утро я надевал на голову шапку для душа, комбез, куртку, все, что можно. Но это было очень смешно. Дедушка надо мной смеялся. Я и так не маленький, так еще и в такой одежде. Было тяжело залезть в Ярис в подобном наряде. Я был как мистер исключительный из суперсемейки. Твое первое официальное соревнование. Как оно прошло и какие были ощущения? Когда я впервые попал на дрифт соревнования, мне было 12. Это было на большом гоночном треке. Я был слишком юн для того, чтобы поехать в них. Поэтому был зрителем. Но через 12 месяцев поехал в полупрофессиональном двухдневном чемпионате. В субботу я закончил топ-4. А в воскресенье я выиграл. Это было потрясающе. Я был очень счастлив выиграть. Что более важно, я победил действительно крутых и опытных пилотов. Расскажи, каково это быть чемпионом своей страны в 15 лет? На самом деле, мне только стукнуло 16. В тот сезон я только вернулся из Европы и уже был опыт немногих взрослых. Опыт постепенно стал давать о себе знать. Мои проезды становились все жирнее и жирнее. А еще у нас была новая тачка. Кроме выступлений в Европе, ты мечтал выступать где-то еще? Может быть в США или в Японии? Это мечта для каждого пилота. И я бы хотел, чтобы это случилось. Было бы круто попробовать себя в незнакомом чемпионате. Пока не попробуешь, не узнаешь. А смотрел ли ты когда-нибудь РДС до этого? Если да, то кого-то выделял для себя? Перед тем, как я приехал в Россию, я знал нескольких пилотов. Но не следил за чемпионатом. Потому что у вас все на русском. Русские люди. Очень дружелюбные. Если говорить про стереотипы, то я думал, что здесь все будут пить водку целыми днями, все время. Только этим я думал, они и будут заниматься. Но на самом деле, они все легкие, классные и гостеприимные. Я давно не был дома. Все время хочется с кем-то поговорить. Но не все понимают. Плюс визы. Ты не можешь никого с собой взять. В Европе моя семья рядом на всех этапах. И вот я впервые остался один. И понимаю, что мне нужна семья и друзья. Но зато я путешествую и изучаю мир. Если вы соберетесь в Россию, приезжайте летом. Зимой будет холодно. Плюс на вас могут напасть медведи. Они тут ходят иногда. Дамир и Женя, твои сокомандники. Что ты вообще о них думаешь и как ты думаешь, кто из них сильнее? Да, они оба очень крутые пилоты. С одной стороны, их стиль похож, с другой совершенно разный. Среди них Лосев более стабильный пилот. Он очень хорошо проводит заезды с минимумом коррекций. Он ездит везде одинаково, что бы ни случилось. Он считает, что делает все правильно всегда. И это очень крутой подход. Мне бы тоже хотелось научиться ездить так же стабильно. Дамир же по-другому. Предпочитает адаптироваться от соперника к сопернику. И стараться ехать, отталкиваясь от стиля другого. И у него это отлично получается. Он видит это и очень четко подстраивается. Он отличный пилот. Кто твой главный конкурент в RDSGP? Ну, не знаю. Гоча, Лосев, Аркаша, Дамир и, конечно, Джеймс Дин. Они все одни из лучших в мире пилотов. О Джеке Шанахане я имею представление как о очень крутом водителе GT86. Потому что все мучаются с ГТшками. Ну как, Никитос мучается с ГТшкой. Я думал, блин, не существует ГТшки, которая может рулиться. Потом захожу в эти ваши интернеты, а там Шанахан в ГТшке раздает так, что я думаю, в смысле? Может! Вот. И этим он мне запомнился. Чуваком, который круто настроил ГТшки. Ты ездил с ним в Drift Masters? Да. Если не ошибаюсь, за третье место или в финале? Я с ним ехал в финале. Вообще, я понимал, что мы можем друг на друга выпасть. До этого за карьерой Джека наблюдал. Понимаю, что очень топовый гонщик. На тот момент я понимал это. я старался сразу же показать максимально качественный близкий заезд, потому что понимал, что он может ответить серьезно. То есть, он к валу прошел лучше на этой гонке Drift Masters. Вот. и знал, что талантливый человек в плане дрифта, поэтому надо обязательно поднапихать, иначе ответят. И так, в принципе, и получилось. Джек понял, что я очень близко проехал, тоже старался проехать близко, допустил пару ошибок небольших и проиграл из-за этого заезда. У Джека есть такая тенденция, за ним сколько ни смотри на квали, он в парных с тобой становится почему-то на 20 километров в час быстрее. И это осознавая, я с ним ехал парно, понимал, что просто надо разгоняться, вот сколько есть разгона, столько есть, столько и ставимся. А там как повезет, потому что в заездах с такими ребятами всегда играют большую роль удача. Мы все умеем рулить, чему-то друг у друга учимся, а там как совпадет, так совпадает. Поэтому мы с ним ездили на Москову Рейсвей, я победил, мы с ним ездили в Питере, я проиграл, поэтому, насколько я помню, у нас 1-1 сейчас счет, если мне память не изменяет. Мне было просто, вот сколько раз я с ним ездил в тренировку или же заезд, за ним ехать комфортно, он старается держать стабильный темп, рванины в плане угла нету, то есть все, четенько делает, и я думаю, что если спросить у других ребят, они то же самое скажут. В общем, честно, по-мужски едет парень. Первый раз мы с ним встретились на Нижнем Новгороде, тогда мне удалось выиграть его, у нас там был крэш с ним, я не помню, еще что-то. Ну, короче, мы все равно были единым целым механизмом, а потом мы попали с ним в Питере в финале. И у меня такая есть вещь, а у нас был как бы питерский этап очень сложный, у меня была замена мотора, у Джека была замена мотора, механики не выспавшиеся, и в общем мы такие бах-бах-бах с разных сторон и попадаем с ним в финал, едем за первое-второе, а когда мы выехали уже в финал, такой думал, да блин, задача выполнена, и приспустил лоджи, проиграл, Джеку с риес, короче, отдал. Ну, что может быть лучше, мы тогда, Дамир был первый в квале, мы с Джеком, Джек первый, я второй, в общем, мы там все лавры, все возможные баллы, собрали все, что могли, и в целом мы с ним попали потом на красном кольце, вместе, я не угадал как-то с резиной еще с чем-то, хотя готов был выиграть, и немножко там какие-то там доли-доли, баллы опять проиграл, Самый крутой момент, который случился со мной в России, был в Питере, у нас после этапа была командная встреча, все говорили по-русски, и ко мне все подбегали, пытались меня схватить, а я не понимал, что они хотят сделать, на самом деле, меня попросту выбрали лучшим пилотом этапа, но я думал, что они хотят напасть, а они пытались меня наградить, было очень смешно. как тебе работается с механиками? Ты сразу подружился? Да, Антон и Саша провели невероятную работу в этом сезоне. мне хватило бы одного этапа возни с Супрой, чтобы у меня лопнуло терпение, не говоря уже о целом сезоне. Они работали больше, чем кто-либо. Без них проехать чемпионат было бы невозможно. Ну, так как в команде я единственный с достаточным уровнем английского, я, получается, был прикреплен к Джеку и работал и в качестве механика, и споттера, и переводчика, и кого угодно. Мы, конечно, не знали, как он поедет на Супре, потому что все-таки GT86 и Супр это как бы разные машины. Но он приехал, сначала немножко был такой зажатый, скромный, то есть зашел в бокс, посмотрел машину. Потом с каждым этапом общение было все лучше и лучше. И, в принципе, его подход к дрифту он, я бы сказал, профессиональный. То есть человек приезжает как на работу. Просьб конкретно по настройке автомобиля у Джека не было. То есть он хотел попробовать именно настройки Хибина. После того, как он первый раз прокатился, он практически ничего не поменял. На первом этапе мы только поменяли задние пружины на более мягкие, чтобы увеличить зацепы. И на этом все. То есть никаких изменений с автомобилем конкретно под Джека мы не проводили никаких работ. То есть все оставили как есть. И Джека это вполне устраивало. Он был удивлен настройками передней подвески, потому что они совсем стандартные, общепринятые, скажем так, для дрифта. Но они работали, и Джек решил оставить все как есть. Если с машиной что-то не так, либо там, ну, какие-то там процедуры с ней идут, то есть Джеку говоришь, там, там нужно подождать. Он, все, не вопрос, я пойду там отдохну, схожу там, потом приду. То есть у него нет никакой-то там кипиша, паники, что надо ехать там или что-то сверхъестественное. Он всегда, он спрашивал, можно ли это, есть ли возможность это сделать. То есть в принципе на все его как бы запросы всегда как бы мы все делали там, то, что он просил. По ситуации в Санкт-Петербурге тоже Джек был очень удивлен, потому что как только у нас закончился мотор, Джек начал собирать вещички и, ну, как бы потерял надежду на то, что он куда-то выйдет. При этом у нас у механиков ничего не спросил и просто спокойненько начал собирать вещи. И он был сильно удивлен, когда ему сказали, что он на следующее утро выйдет, ну, как бы на квалификацию или на тренировку, я уже не помню. Вот. И действительно мы ему сказали, что мы остаемся на ночь, ремонтируем автомобиль и на следующее утро он выезжает. и на следующее утро и на следующее утро и на следующее утро И действительно, он пришел с утра пораньше, машина была полностью готова, вообще абсолютно вся. Уже с новым другим мотором, и он просто поначалу не мог поверить в то, что это, в принципе, возможно. Продолжение следует... В начале сезона я не думал о чемпионстве. Я приехал на РДС с целью попасть в топ-10, и я был бы доволен этим результатом, зная, насколько хороши остальные пилоты. Можешь ли ты назвать себя сейчас самым крутым пилотом в мире? Нет. Нет, конечно, чтобы быть лучшим, надо победить всех и везде. Этот сезон у меня самый стабильный в карьере. Я много раз финишировал в топ-4. Ранее у меня были качели. То топ-2, то даже эквалу не пройду. Есть люди, которым ты можешь быть благодарен своему чемпионству? Если есть, ты можешь сказать им спасибо прямо сейчас. Я благодарю Сергея за то, что выбрали меня и пригласили. Огромное спасибо Денису. Всем механикам. Особенно Антону и Саше. Видел ли ты зимний дрифт в России и, если да, хотел ли поучаствовать? Да, я бы хотел попробовать. Мне кажется, это довольно крутой опыт. Кто, по твоему мнению, на данный момент является лучшим дрифт-пилотом? Думаю, это Джеймс Дин. Он очень стабилен и очень силен. Мы выросли бок о бок, и я наблюдал за ним. У нас схожий стиль езды. Для остальных, может, Джеймс и не так силен. Но у меня свое мнение на этот счет. Так, Блиц, погнали. РДС-Джипи или Дрифтмастерс? Думаю, РДС. РДС. Да, думаю, РДС. Супра или ГТ-86? Если бы можно было соединить их в одну машину, я бы взял такой аппарат. Джеймс Дин или Петр Венцик? Джеймс Дин. Георгий Чевчан или Аркадий Циреграц? Аркаша. Новиков Антон или Корнеев Евгений? Это шутка? Это шутка. Сочи Автодром или Егора Драйв? Егора Драйв. Россия или Ирландия? Ирландия. Пицца или бургер? Пицца. Зашанаханс или Хреша Автодейль? Зашанаханс. Спасибо, чувак. Сегодня 25 апреля. Через 5 дней уже стартует новый сезон RDSGP. И, конечно же, сейчас уже понятно, что какое бы решение еще в прошлом году не принял Джек, он бы все равно не поехал за нашу команду, потому что мы все знаем, что происходило и происходит сейчас с автоспортом в России. Но в этом фильме мы желали Джеку в конце большой удачи. Мы говорили, в какой бы команде Джек ты ни поехал, чтобы у тебя все сложилось. Давайте об этом немножко посмотрим. Вообще мой подход всегда до последнего идти с теми, с кем ты начинал, потому что это такая, как бы, нет смысла менять коней на переправе. Мы до сих пор считаем, что, наверное, Джек совершил ошибку, потому что все-таки закрепиться на вершине айсберга было бы, наверное, разумнее, чем здесь сейчас принимать какие-то быстрые решения по перемену места, с кем ты работаешь. Возможно, там здесь сейчас для него это какие-то сулит более весомые экономические выгоды, да, то есть ему больше платят денег. Хотя я считаю, что мы очень достойно предложили Джеку условия и гонорар. Возможно, это то самое, что ему хочется ехать с братом и творить какую-то свою такую шенахановскую историю. Но это все то же самое, вот это вот молодежное, что в нем осталось, такое вот я сейчас всем докажу, я всех смогу победить. Я самый главный король на этом вечере. Я очень люблю амбиции на самом деле и считаю, что только амбиции двигают прогресс. И на самом деле я Джека полностью понимаю, полностью. Но за амбициями мы зачастую не видим какие-то рациональные зерна. И я все-таки надеюсь, что Джек прав. Мне бы не хотелось, чтобы у Джека дальше карьера сложилась как-то грустно. Я всячески желаю ему побед, я всячески желаю ему как бы больших успехов. Как минимум для того, о чем говорил Джек, что если будут сильные вокруг, если будет страшно, то мы станем еще сильнее. Поэтому я очень хочу, чтобы Джек продолжал делать то, что он начал делать в нашей команде с другими ребятами. Чтобы его не последовали какие-то технические неудачи, чтобы он максимально мог выкладываться то, как он умеет, то, как он знает и то, как у него получается. Изначально мы хотели, чтобы в этом фильме было больше Джека. Мы хотели показать его молодым, его спортивную карьеру. Но Джек в последнее время, конечно, не очень был рад той инициативе, что мы хотим выпустить в нем фильм. Он всячески избегал эту тему. И, конечно же, ему может не понравиться, что мы, несмотря ни на что, все равно выпустили про него фильм. Почему мы это сделали? Ну, во-первых, мы считаем, что спорт вне политики. Во-вторых, Джек, ты проехал с нами целый большой сезон. Джек, и мы тебя успели полюбить за это время. Все болельщики о тебе спрашивают и говорят, как же так, где наш Шенахан? Джек, и тебе большой удачи. Хочется, чтобы все твои планы, спортивные, мечты обязательно реализовались на европейской, на американской, на японской арене, на какой хочешь. Ну и, конечно, мы хотим видеть тебя в России снова. И надеемся, что когда-нибудь у нас будет с тобой, как минимум, возможность встать на разгоне. Но если у нас будет возможность поехать с тобой в одной команде, Джек, так это вообще для нас будет большая честь. Джек, тебе большой удачи. Ты крутой. Оставайся таким всегда. Тебе дрифт, брат. Жаль, что их не будет, этих пилотов и гонщиков, потому что, ну, не все сказано было в 21-м году. Хотелось бы, конечно, погонять. Плохо, что такая мировая ситуация сейчас в стране. И в целом, жаль, не будет, нам не будет хватать этих парней этой конкуренции, этой мощи, этой силы. Так что, ну, как-то вот так. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Так что, ну, как-то вот так. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.